Золото достигло новых высот и это не случайность почти год я наблюдал за портфельми инсайдеров и делился с вами секретами, которые привели нас к этим целям. Приготовьтесь узнать, как инсайдерская информация может изменить ваше представление о рынках. Здравствуйте, коллеги! Это Эльдар Ларгалиев. Я опытный торговец с опционами с более чем 10-летним стажем. Моя квалификация подтверждается аттестатами Банка России 1 и 5 серии. С 2015 года я веду свой канал на YouTube. На моем YouTube канале TraderBar вы найдете полезную информацию о торговле опционами и секретах анализа финансовых рынков. Итак, почти год я рассказывал вам про цель крупного игрока, который находится в контрактах апреля 2025 на уровне 2825. Здесь у нас была крупная бабочка вне денег. До этого портфеля наш товарищ заходил с других уровней, тоже наверх, тоже я вам подсвечивал на обзорах. У него был спред 2300-2550. Вот здесь открывалось 8 декабря 2023 года. Перед нами дневной график. Получается, что наши товарищи инсайдеры вот с этого времени в рынке и все это время в их направлении цена двигалась. Корректировок по их портфелям немного было. Точнее, по мартовским контрактам пока не было корректировок вообще. По декабрьским корректировки были несколько раз, но декабрьские уже закрыли полностью. Все дело в том, что нет никакого смысла дальше его держать. Достаточно портфель зашел в деньги. Здесь же на мартовских контрактах назревает более интересный момент, потому что то, что сейчас у крупного товарища, оно не может слишком глубоко зайти в деньги. Здесь должна быть выполнена конкретная цель, до которой нам осталось совсем чуть-чуть. Это strike 2825. А вот дальше возможны варианты, которые мы поймем по корректировкам нашего крупного товарища. Подчеркиваю, он еще ни разу их не делал. То есть пока что в этом портфеле ничего не корректировалось. Скорее всего мы увидим управление в виде частичного закрытия, как первый этап. Но бывали и другие варианты. Могут подставлять спреды на крылышке выше-ниже. И тогда мы лучше будем понимать будущую траекторию движения цен. Сегодня я заметил, что все брокеры начали мне писать о том, почему растет золото и что пришло время его покупать. Спасибо, очень рад. Ладно, пошутили и хватит. Давайте теперь к сути перейдем. Но цель почти выполнена, поэтому точки входа, которые сейчас могут возникать в рамках растущего тренда, они должны быть осторожными. Более осторожными, чем все, что мы делали до этого. Уже на исходе такого рынка, как сейчас, лучше всего будет сфокусироваться на видимой точке в триггере без отката. Это вот так вот. Вы можете найти более подробную лекцию у меня на канале, но я вам справочно коротко расскажу. Итак, триггером без отката будем считать день, вот такой вот, как у меня нарисован. Выделим его зеленым пунктиром. Этот триггер у нас чего-нибудь пробивает, допустим, максимум предыдущий. Очень важно, чтобы в нем не было отката, чтобы даже хвостиком мы не отъедали часть этой свечи. То есть пробили и поехали дальше. Это очень важно. Это основа основ триггера без отката. Есть статистика, которую я веду достаточно давно. Она говорит о том, что если возник триггер без отката, то видимая точка в нем гораздо чаще появляется, чем нет. Насколько гораздо чаще? Один из пяти нет, четыре из пяти да. То есть четыре случая из пяти мы будем ходить в тело этого триггера, именно в тело, и формировать в нем видимую точку. Эта же самая видимая точка в будущем станет уровнем негатива. Но это в будущем. Сейчас для нас она может стать гипотезой и точкой входа уже на исходе растущего тренда. Ежели такая реакция случилась, надо понимать, что новый минимум – это уровень негатива. Его пробитие может привести к импульсу, то есть движению вниз сильному. Может привести к манипуляции. То есть вас из рынка выкинет. Но тут уж извините, никто не обещал, как говорится, в дороге кормить. Теперь нам нужно все это дело поженить с опционами. Для того, чтобы это сделать, надо понимать специфику фьючерсов на золото. Фьючерсы на золото часто реагируют на круглые страйки. Сейчас есть три ближайших серии фьючерсных, которые нам следовало бы отслеживать. Это декабрь, это февраль и это апрельский фьючерс. Можем посмотреть. У нас в феврале, например, уже несколько раз такая ситуация была. Вот триггер без отката. Вот круглый страйк, на который мы отригрировали. Подошли. Крязь видимая точка. И поехали дальше. Теперь это уровень негатива. Дальше еще раз то же самое. Триггер без отката. Вот здесь было хуже. Там была около нулевая. Но в целом на ликвидный страйк потом все равно сходили. И вот сейчас опять повторяется. Ежели у нас день 18 октября, это пятница, останется безоткатным. То есть, если сегодняшний день тоже закрывается ростом, то получается, что этот день становится триггером. И он пересекается с одним из круглых ликвидных страйков. Именно страйк. То есть, цена 2750. И здесь мы сможем поискать видимую точку в теле триггера без отката. То есть, потенциальную точку входа. Но, конечно, одноразовую. Не факт, что мы попадем, это будет именно февраль. Может быть, мы увидим то же самое, но в декабре 24. И это будет какой-нибудь 2700. То есть, сходим пониже. Куда-нибудь вот сюда, к этому триггеру. Может быть так. Здесь уже есть безоткатный. Здесь уже 2700 хорошо смотрится. В декабрьских, что удобно, мы можем дополнительно накладывать сюда диапазон ожидаемой волатильности и корректировать свои планы. Это позволит нам улучшить точку входа. Если вы не знаете, что такое диапазон, то скоро я запишу видео. Что касается фьючерсов апрель 25. Здесь принципы те же самые по триггерам без отката. То есть, если пересекаемся с ликвидными страйками, то надо брать. И, что самое важное, у нас на пути 2825, там должна быть какая-то реакция по портфелю крупного товарища. Либо он будет реагировать. То есть, будет что-то корректировать, добавлять, убавлять и так далее. В общем, будем следить. Здесь возможны контртрендовые идеи, но пока они рискованные. Потому что видно, что ажиотаж стали разгонять. Может и что-то пойти не по той траектории, которой хотелось бы. Что касается разметки на споте, здесь пока бессмысленно. Искать какие-то уровни, потому что предыдущая встречная амплитуда у нас достаточно далеко пробита. Прошли уже 150. То есть, надо искать в верхней половине. В верхней у нас боковик. Тут везде боковик. То есть, там без нас будет торговать собрание розничных торговцев. Лучше не участвовать в этом собрании. Там достаточно много торговцев, которые не до конца компетентные. Ладно. Индекс московской биржи. На прошлой неделе я говорил, что буду корректировать уровень негатива, если у нас перерисуется минимум на недельном графике. Что и произошло. Минимум перерисовался и, как следствие, я должен его откорректировать. Получается, что теперь негатив недельного графика это 2740, при условии, что минимум не перерисуется на этой неделе. То есть, если у нас опять появится минимум ниже, то опять надо будет перерисовать, и там уже окончательно комбинация будет испорчена. Это означает, что уровень негатива сможет действовать только со следующей недели. Об этом мы и узнаем в следующем обзоре по понедельникам. Наверху у нас был уровень позитива 2804. Дошли до него. Пробитие не произошло. Была манипуляция. То есть, закрыться сверху, сформировать рост и потом протестировать не удалось. На этой неделе будет справедливо попробовать это дело еще раз. И нужно будет отказаться, если вдруг вы увидите, что в лукоиле спрос начинает активно превышать предложение. Следите, будет полезным индикатором при проходе этого уровня. Если спрос, точнее перемотаем, если предложение не превышает спроса сильно, значит пробитие выйдет. Если вдруг появляется большое предложение по границам верхним видимого боковика в лукоиле, то лучше отказаться. Вот так вот это будет выглядеть. Ежели вот здесь появляется предложение большое по лукоилу, вот оно предложение, которое будет больше, чем общий спрос, то лучше ориентироваться на то, что индекс Мосбиржи не сможет пробить уровень позитива. Ежели же это предложение общее, превышающее общий спрос, не появляется, то шансы на пробитие уровня позитива возникают. Индекс РТС. На прошлой неделе мы с вами говорили о том, что должен быть тест дневного уровня негатива, и на графике исторически выглядит даже правдоподобно, но на самом деле картина выглядела несколько иначе. Проблема в том, что в силу экспирации опционов на прошлой неделе у нас не двигался фьючерс, вообще не двигался, то есть его заперли и все. То есть даже при том, что там по базовому активу мы могли бы увидеть вроде бы даже и штатный тест, фьюч не двигался. То есть любые попытки это торговать привели плюс-минус ни к чему. Ну ладно, значит подождем, пока фьюч начнет шевелиться. До этого момента я предлагаю ничего не делать. Рубль. После экспирации опционов на прошлой неделе, новых интересных движений, которые будут привлекать мое внимание, пока не появилось. Выставил контрольные отметки 97148 и 94051. Жду появления новых моделей, либо пробития контрольных отметок. После этого буду формировать какие-то идеи. Десятилетки. Уровни я перенес на график доходности. Это 3899 и 3879. Пока к ним не ходили. В опционах крупный торговец наш товарищ мало-помалу-помногу переносит свои позиции на strike 109.5 в декабре. В основном это синтетика. Считать его точкой безубыточности и как-то ориентироваться на это затея ну такая себе спорная. Мы примерно понимаем, до каких пор ему интересно снижение цен на фьючи, но он может дальше начать переставлять, поэтому ориентир сомнительный. Подождем чего-то более понятного с его стороны. Индекс S&P500. На базовом активе был сформирован на прошлой неделе уровень негатива 5803. За ним буду следить пристальнее всего, потому что это можно интересным образом торговать в опционах. При наличии в них ликвидности, конечно. Если говорить о тех опционах, которые есть на московской бирже, там не поторговать интересных портфелей на индекс S&P500. Есть нюансы, которые должны быть соблюдены для того, чтобы вы заработали деньги. На московской бирже в опционах на S&P вы не сможете в этой ситуации выполнить все те же самые требования, скажем. Но могут быть интересны фьючи внутри дня, конечно же, на этом уровне. Ладно. Здесь на развитых рынках можно будет поторговать ratio spread, можно будет поторговать календари кое-какие, можно будет поторговать risk reversal и тому подобные портфели. За подробностями обращайтесь ко мне на Boosty, и я обязательно вам расскажу об этом, ежели чего. Новых интересных портфелей со стороны крупных торговцев по S&P замечено не было, поэтому в фокусе, внимание, уровень 5.803 и его пробитие. Что именно будет на нем происходить, это и определит исход предстоящей недели. Нефть. На прошлой неделе я вам говорил о том, что крупные товарищи покупают волатильность, при том, что она высокая, но используют дальние сроки. Январь и февраль. В январе, как мы видим с вами, действительно жахнуло, ну и понятно, что в феврале 25-го тоже жахнуло. Только вот жахнуло недостаточно, и торговцы продолжают покупать волатильность еще и на декабрь. Вот здесь у нас на страйках 69, 69, 50, 70, 50, еще подобавляли на прошлой неделе. Зачем добавляют? Все дело в том, что был исполнен ноябрьский контракт, и при переходе на декабрьский там волатильность немножечко снижается, и плюсом еще простояле это тоже стало дополнительным катализатором, что она немножечко снизила, но все еще далека от рабочей, при которой не хотелось бы покупать волатильность вместе с ними, скажем. Напоминаю, что когда товарищи начнут управлять при позитивном сценарии, у нас, скорее всего, возникнет хороший такой интересный сентимент, который можно будет направленно поторговать. Главное, чтобы я не забыл или успел рассказать вам о нем, потому что сентимент может появиться во вторник, и следующий обзор по понедельникам выйдет только в следующий понедельник. Возможно, вы узнаете об этом слишком поздно. До появления сентимента я собираюсь делать следующее на этой неделе. Наверху я буду ловить границу диапазона, и буду ее ловить, ежели она будет у меня пересекаться вот с этим уровнем, и что-нибудь возле него. Может быть, другие триггеры, но как-то будут попадать в триггерный уровень. Внизу я буду ловить границу диапазона, если она попадает очень близко к 66-му страйку, то есть ровно 66 плюс-минус 20-30 копеек. Каких-то других точек входа, как вы понимаете, в таком нешироком боковике сформироваться не могло. Природный газ. По нему я указывал вам на портфель крупного торговца. Вот здесь вот такой скользкий тип, скажем, оказался, но цели его выполнены. 2.35, 2.25. На прошлой неделе он стал закрываться, и сегодня еще закрывается. То есть в целом у нас появляется... С одной стороны появляется сентимент, а с другой стороны он больше заканчивается, чем появляется в этом случае. У него первым шагом было частичное закрытие в два раза, чуть больше, чем в два раза стоимость его портфеля выросла. А потом он стал раскидывать страйки по одному, то один его страйк закрывается, то другой. В общем, ниточка теряется. И есть еще один нюанс. Смотрите, ноябрьская фьючерс, по нему сейчас открытый интерес составляет 107 421 контрактов. При этом открытый интерес, опционы, путы, в деньгах 208 448 контрактов. В силу того, что тренд был нисходящим, в деньги зашло большое количество путов. Проблема в том, что продать эти путы в таком количестве нельзя. Ну, рынок не переварит. То есть, просто подождут все, пока это дело исполнится. Получается, что у этих опционов появилась внутренняя стоимость. И участникам рынка, у которых появилась внутренняя стоимость в опционах, нужно каким-то образом эту внутреннюю стоимость защитить. Если вы давно смотрите мой канал, то должны знать, как это делается. Если нет, то я вам расскажу. Для крупных торговцев это будут роботы-дельта-хеджеры, которые будут покупать фьючей именно на этот газ, на ноябрьский, в случае роста. Но есть проблема. Фьючей 100 тысяч, а опционов 200 тысяч. То есть, где-то не хватает 100 тысяч фьючей. А если чего-то не хватает роботам, то волатильность может быть очень, очень, очень высокой. И иногда даже неожиданно высокой. Поэтому будьте осторожны и внимательны. Кроме того, в силу этого переходного периода, на декабрьский контракт пока что новых уровней точек входа нам лучше не делать. Надо подождать эту неделю, посмотреть, как все будет. Какие-то краткосрочные моменты могут возникать, конечно, но в обзорах по понедельниках их озвучивать это бессмысленно. Слишком быстро надо реагировать, слишком быстро все меняется. Поэтому прошу отнестись с пониманием. По декабрьским контрактам пока что слежу за вот этим товарищем портфелем. Если вдруг будут возникать корректировки по нему 3.75, 4.25 бабочек, а вне денег. Но, скорее всего, здесь появится что-то более интересное. Зачем я начну следить? Ежели роботы не вмешаются, и мы перейдем с ноября на декабрь, и тренд падающий продолжится, то новые цели пока что я буду следить на апреле 25-го года. Здесь, здесь и здесь. Буду отслеживать, как реагируют на страйках 2.50, 2.25 и 2.0 ровно. Там есть портфели крупных игроков. Вот за ними я и собираюсь следить. Все, получаются вопросы, которые вы задавали в комментариях к предыдущему обзору. Здравствуйте! Как узнать, подошла ли очередь в группу Trader Bar? Все очень просто. Вам на почту придет письмо от меня. И в нем будет написано, что подошла очередь. Если вы это письмо, например, пропустили, посмотрите у себя во входящих. Может быть пропустили, может быть ушло в спам, может быть все что угодно. Лучшим решением будет написать мне лично. В описании каждому обзору есть моя личная почта и есть адрес моего скайпа. Лучше всего писать в скайп. Заходите в скайп, находите меня, пишите. Если не ответил, значит вы меня не так нашли. Пишите на почту. Пишите мне. Здравствуйте! Я подавал заявку. Вот моя почта. Посмотрите, пожалуйста. Может быть я пропустил. Я посмотрю и решение обязательно найдется. 308 дней держать позицию в золоте. Это, конечно, уровень серьезный. С какой там прибылью портфель в процентах по итогу закрылся. Там еще не все закрыли, рано считать. Но это что? Серьезный уровень это когда все это время разворачивали тренды на разных экономических и околоэкономических блогах, каналах, телеканалах, газетах и говорили о том, что золото непривлекательный актив, не надо в него инвестировать, оно не обгоняет инфляцию и так далее, и так далее. Но мы-то с вами знаем, как на самом деле дела обстоят. Ну хотя благодаря всем этим людям я год смеялся. Что тоже не может не радовать. Поделитесь, пожалуйста, мнением. Стоит ли строить и отрабатывать ТБУ на таймфреймах 30 и 15 минут, исходя из вашей статистики при наличии ОНОЙ? Стоит. Самым лучшим показателем будет криптовалюта. Я увлекаюсь торговлей и криптовалютой в качестве хобби. И чего могу сказать? Там нет по большинству инструментов, нет никаких производных финансовых инструментов. То есть я торгую линейно, точка входа и поехали. Плюсы этого рынка в том, что он работает круглосуточно 24 на 7, а это означает, что я могу переносить позиции и пока что не было никаких проблем с моими стопами. То есть сделки закрываются. А это значит, именно он может показывать лучше всего статистику по тому, работает ли система. Я там вхожу только по этой системе, ничего другое не использую. На сегодня, с начала года, прибыль больше 100% просто по линейным сделкам, просто вход там, где триггеры без отката, уровни позитива, негатива, и их тест и гипотезы в триггерах без отката. И очень часто я использую таймфреймы и 30 и 15 минут для этого самого рынка. Большие мне, конечно, не интереснее. Они, к слову сказать, делают львиные результаты из всего, что у меня там есть. Но маленькие я тоже использую и, как видите, вниз не укатился. Продолжительность видео в два или даже три часа считаю приемлемым, поскольку вы воду не льете. Подскажите, каково ваше отчество? Отчество мое Ильдусович. Так не нашел его в письменном виде. А ориентироваться на слух, опасаясь ошибки. Но я вам написал, чтобы ошибки не было. Действительно сложно, можно неправильно услышать. 308 дней это мощно. Согласен. Отличное начало про то, какой автор, кто такой автор и почему его стоит слушать. Согласен. Все получается. Ну что ж, в таком случае спасибо всем, кто смог досмотреть этот обзор до конца. Хорошей вам торговой недели. Не забывайте вместе со мной следить за инсайдерами на рынке. Будем оставаться на связи. Будьте здоровы. Пока-пока.